Я сегодня модница, надеваю шляпку, туфельки на шпильках, юбочка банальна. А какую повточку, не забудь перчатку, а вторую варежку, так оригинально. Мода ведь не терпит правила стандарта. Шарфик заменю я поясом нарочно и украшу бантик. Бантика, декольте для старта. Я сегодня модница, мне сегодня можно. Модные браслеты 2018 года. Там очень дорогие браслеты. Чтобы быть модной, это очень дорого. Суперина, что случилось? Почему ты плачешь? Я не могу выходить на улицу, ходить своим друзьям. Почему? Понимаешь, я не модная, я не модная. А чтобы быть модной, нужно быть богатой. Суперина, это неправда. Чтобы быть модной, это не значит иметь много денег. Смотри, там очень дорогие браслеты. Красивые, дорогие, видишь? Модной быть, это значит иметь определенный стиль. Конечно, быть аккуратным, чтобы смотрелось красиво. Слово «мода», слышишь? Мода. Да, это слово от латинского «modus». Мера, образ, способ, правило. Значит, мы моду делаем сами? Дорогой браслет, это не значит, что он модный. А ты знаешь, что бывают браслеты разные-разные. Например, жемчужные, тканевые, из ниток, золотые. Пойдем, и мы сделаем тебе самый красивый модный браслет. Есть разные каменные браслеты, золотые, украшенные драгоценными каменами, на ленточках. Пять сожжие. Пожжие. И есть фенечка. Фенечка? А ты что, не знала, что такое фенечка? Нет. Фенечка – это саморучный браслет, который делается из кожи, ткани, шнурков, лент и ниток. Сейчас такой модный браслет. Бывают некоторые делают его для того, чтобы он защищал от неудач и всех плохих вещей. Это тоже фенечка считается. Тут есть разные-разные у меня браслеты. Они дорогие, видишь, тут камни. Нет, они самодельные. Вот еще есть деревянные с иконами. У нас серебряные. И есть еще, конечно же, серебряные. Их можно приобрести в любом магазине. Давай уже начнем делать браслеты. Ладно, давай. Из чего будем делать тебе браслет? Давай из жемчужина. Ладно. Жемчужины бывают очень разные. Есть розовые, разные. Есть голубые, зеленые. Самые разные, разные. Есть даже настоящие жемчужины. Сперва, вначале, надо отмерить на своей или другой руке объем и длина руки. В конце надо завязать узелок, чтобы у нас бусинки не выскакивали. Более будет хорошо, то, что он будет большой. Надо, конечно же, перед тем, как мы сажим бусинки, надо проверить одной маленькой. Проверить, чтобы она или держалась, или выпала. Она выпадает. Значит, еще раз мы должны много раз завязывать, чтобы наконец-то у нас получилось, чтобы у нас держались все бусинки. Вот, мы завязали специально плотно узелок, чтобы у нас не выпадали бусинки. Сейчас мы проверим, будет ли она у нас выпадать или нет. Вот, она у нас не выпадает. Значит, можно продолжать. Какую дальше мы будем делать? Давай будем делать белый. Давай. Значит, у нас будет идти цвет по очереди. Розовый-белый, белый-розовый. Центром нашего браслета будет настоящий бриллиант. Красивый. Сергелина, мы сделали твой красивый модный браслет, но перед тем, как его завязывать, мы сделаем фенечку. Сергелина, какую бусину ты выберешь для главной фенечки? Я выберу розовую. Ну, давай. Фенечку это делать ее очень легко. Надо тут она мотать, чтобы бусинка могла пройти через... Конечно же, в солнце это будет не очень, так уж и просто. Потому что нитки очень толстые. Вы, конечно же, возьмете потоньше. То, что красная нитка, это сейчас модно. Бусинка, конечно же, может быть разной. Но красная нитка обязательно. Затем, чтобы выглядело, во-первых, красиво, то, что говорят, что фенечка защищает от судьбет, неудач, от всего плохого, лишнего. Так что фенечка это очень хорошая вещь. Чудо-бусы у меня. Я искала их полная. Они такие классные, жемчужные, прекрасные. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милей, красивей и модней. Ты, конечно, спорю нет. Ты всех красивее и модней. Но мы-то знаем, кто красивее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...